Спасибо, спасибо. Нет, ну я тебе говорю, я не я, а если этот Ильяс не мутит какое-то чёрное-чёрное дело. Скоро обо всём услышим. Услышим? Господи, что ты за беспечный человек. Даже если мир будет гореть, тебе всё равно. Я не буду сидеть с лжаруки вот так, как ты. Боби, Немага, и ты сюда ходишь, да? Присаживайся, выпей кофе. Нет, спасибо, мне пора, мне нужно успеть до того, как проснётся повелитель. Не понял, ты что, влюбился? Любовь? Ага. Какая ещё любовь? Кто влюблён? Я не влюблён. С чего вы взяли такое, а? Так дворец в той стороне. Ты не в ту сторону идёшь. А кто сказал, что я во дворец? Я к принцессе во дворец, к повелителю. Стой, стой, погоди. Мне тоже есть, что сказать повелителю. Погоди, я с тобой. Нет, я уже опаздываю. Я по твоим следам побегу. Вставай, вставай. Нет, нет, у меня дела. Аллах, дай мне терпение. Не уходи, пока я не вернусь, ясно? Упадёшь с высоты, тебя соберут. Тебе ясно? Жди. Повелитель, простите за беспокойство. Только мне нужно вам рассказать, что видел вчера. Рассказывай. Повелитель, я вчера был в увеселительном заведении. Были я и Музафер. Не подумайте, повелитель, я не встречался там с девушками и не пил спиртное, лишь хотел забрать оттуда нити не выкладывай. Как прикажете? Повелитель, я там увидел Ильяса Пашу. Я был удивлён его видом, понимаете. И мы с Музафером, мы за ним проследили. В полночь кто-то дал Ильясу Паше много сундуков золотом. Вам, конечно, виднее, но... Может, это как-то связано с нехватками в казне? Что скажете, повелитель? К добру, надеюсь. Почему нас вызвал повелитель? Ничего не знаю, господин Муфти. Внимание! Султан Мурад Хан Хазрет Лири! Вызовите мне Ильяса Пашу. Как прикажете. К добру ли, Хусей Нага? Ильясу Паше всё не имётся. Умереть захотелось, видать. Слухи об Ильясе Паше всё больше. Вам доложили что-то, повелитель? Ночью видели, как он грузил сундуки золотом на судно. Очевидно, что он не будет сидеть с лжа руки. Возможно, он начал подготовку к мятежу. Повелитель. Нельзя недооценивать силу Ильяса Паши в виде поддержки армии. Он и сам ценный военно-начальник. Если мы казним без доказательств, на основе подозрений, тогда поднимется настоящий бунт. Вы понимаете, повелитель? Что бы вы порекомендовали, господин Муфти? Он разозлился, потому что его отстранили от должности. Если вы его назначите начальником одной из провинций подальше, то он станет спокойнее. И тогда и крови не прольётся, и мятежа не будет. Что скажете? Дельный совет, повелитель. Господин Муфти прав. Повелитель. 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 Ильяс Паша, ты когда возвращаешься обратно? Если позволите, то я хотел бы ещё ненадолго задержаться в столице, повелитель. Я не позволяю, Ильяс Паша. Ты немедленно уедешь. Вовшам. Я назначил тебя управляющим Шама. Поздравляю. Поздравляю. Что, Паша? Недоволен моим решением? Что вы, повелитель? Как можно? Простите мне мою дерзость. Но ведь это звание ниже, чем моё прежнее. Я в чём-то провинился перед вами. В чём? Наоборот. За многолетнюю преданную службу государству я отдал тебе в управление один из самых важных пунктов. Надо, чтобы в Шаме были у меня такие преданные люди, как ты. Чтобы мятежники не смели даже головы поднять. Не сомневайтесь, что я справлюсь со своей задачей на посту повелитель. Немедленно отправляйся и возьми управление Шамом в свои руки. Как прикажете, Падишах. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok